Друзья, всем привет! Мне часто задают вопросы в личку в комментарии, касающиеся самообороны от хищников. Ну, естественно, что чаще всего речь идет про медведя. Кроме медведей, конечно, на территории России есть тигр, леопард. Ну, конечно, не будем сейчас касаться возможных правовых аспектов в случае стрельбы, даже самообороны по этим животным. Это явно вне формата видео. Просто крупные животные, крупные хищники на территории России, конечно же, живут. Ну, нужно понимать, что кроме хищных животных, опасность могут представлять и другие животные. И кабан, там, зубр, например, хотя они живут только в заповедниках, волк, иногда росомаха. Ну, или даже обычный ежик может быть смертельно опасен, если он инфицирован бешенством. Однако сегодня хотелось бы поговорить больше всего про медведя и, условно, про тигра. Сразу ограничу рамки сегодняшнего фильма. Я не буду подробно рассказывать об этологии больших кошек и медведей. Как и почему они нападают, какие поведенческие паттерны для них типичные и прочее, прочее. Оставлю за кадром. Причин тому несколько. Во-первых, я не этолог и поэтому не хочу высказывать какие-то дилетантские домыслы, не имеющие научного обоснования под собой. Ну, а во-вторых, это сильно увеличит длину фильма. Мне кажется, что это увеличение не пойдет на пользу основной тематики, материалу, посвященному самообороне. Предлагаю вот такое вот упрощение. Во всех рассматривающих сегодня ситуациях вы будете точно знать, что хищник на вас нападает. Скорее всего, это либо подранок, либо вы каким-то образом зашли на его территорию, ну, или находитесь рядом с пищевым объектом. Отдельное направление, конечно же, о котором нельзя не упомянуть, хотя его традиционно принято переоценивать. Это инстинкт защиты потомства. Ну, то есть, вот те самые страшные истории про медведица, которая там увидела, съела, порвала и так далее. По моему опыту, я, конечно, не буду оспаривать те случаи, которые люди описывают. По моему опыту, чаще всего медведица демонстрирует атаку, демонстрирует агрессию, но крайне редко доводит ее до логического конца. То есть, страшно, но все обходится без укусов, как правило. В нашем допущении, конечно же, я не рассматриваю ситуацию, когда хищник целенаправленно на вас охотится. Поверьте моему опыту, если медведь или тигр, там, или леопард захотел вас сожрать, он вас сожрет. Вы его не увидите, не услышите и поймете о том, что он, собственно, у вас есть уже в тот момент, когда почувствуете его зубы и когти на себе. Ну, наверное, теоретически самообороны возможны и в этом случае, какие-то там экзотические варианты. Но, если честно, это тоже выходит за рамки данного фильма. Вольная борьба с тигром и каратэ с леопардом – это явно не то, о чем я имею хоть какое-то представление. Нужно понимать, что нам, приматам, противопоставить машинам для убийства, которые совершенствовали в результате эволюции миллионы лет, практически нечего. Ну, там, зубы, лапы и все, собственно, у нас больше ничего нет. Зубы у нас маленькие, когти у нас коротенькие. Так что, если он будет вас съесть, то, скорее всего, он вас съест. Необходимо понимать, что даже если животное рождено в неволе, никогда не видело дикого леса, это не значит, что у него атрофировались инстинкты хищника. Оно будет целенаправленно идти к своей цели, несмотря ни на что. Вот, хотел бы показать вам пару видео. Так, на видео ситуация в каком-то из зоопарков. Медведь схватил, то есть медведь, который жил в зоопарке, скорее всего, там же рожден был, схватил человека и достаточно последовательно, несмотря на, скорее всего, полное отсутствие опыта, планомерно превращает его в пищевой объект. На внешние раздражители, ну, справедливости ради надо заметить, что они довольно слабые. Видите, какие-то там бутылки и все остальное. Он никак не реагирует. Необходимо заметить, что и на выстрелы в неиммобилизирующую зону он, скорее всего, будет реагировать примерно так же. Тут ситуация похожая. Снова какой-то тигринный парк. Скорее всего, Китай. Тигр схватил какого-то человека, ну, для нас это, собственно, не принципиально. И, отреагировав на петарды, на шум, сначала его бросил. Но потом вспомнил, что пищевой объект остался на месте и свою работу закончил. Дальше его уже не петарды, никакие другие вещи особенно не интересуют. Ну, и инстинкт ему подсказывает, что необходимо было сделать в данной ситуации. Хватка у него, как вы видите, по месту. И особенно сопротивляться в такой ситуации я не очень понимаю. Теперь, я думаю, у вас не осталось сомнений в том, что если хищник захочет вас съесть, он вас съест. Ну, и заканчивается, к сожалению, после медведя обычно все вот так. Прежде чем переходить к огнестрельному оружию, упомяну два средства самообороны, которые действительно заслуживают внимания. Первое – это собака. Действительно, обученная и подготовленная. Еще раз подчеркну, обученная и подготовленная. То есть, собака, которая притравлена, условно говоря, по медведю, понимает, что с ним делать. Лучше не одна. Действительно, такие собаки способны отвлечь на себя медведя и даже остановить атаку. Хотя, конечно, не каждую, не с каждого расстояния. То есть, это серьезный шанс в плюс. Но, к сожалению, нужно понимать, что не всегда возможно иметь с собой собаку, не всегда есть подготовленные собаки. Присутствие же просто собаки, пусть даже крупной, как правило, никакой реальной защиты не представляет. Вот посмотрите на это видео, которое сейчас мы с вами вместе разберем. Конечно же, все, что я сказал, про собак касается только медведя. Если вы будете в тех местах, где живут тигры с собакой, то это самый лучший способ его быстро и надежно приманять. Так, что мы видим? Медведь губач напал на человека. Вот он вот повалил, креплет. И появляется некая собака. Очевидно, что не охотничая, не притравленная. Медведь, может быть, когда-то и видел, но что с ним делать, не знает. Вот она бегает вокруг него, суетится, что-то там изображает из себя. Но медведь, несмотря на то, что это мелкий медведь, это видно по размерам человека, да, это рядом и лежащий, вообще никак на нее не реагирует. То есть, вообще никакой реакции. Ну и собаке тоже это не особо интересно. Конечно, наличие такой собаки ничем вам не поможет. Второе средство, о котором нельзя не упомянуть, это противомедвежьи перцовые спреи. Это действительно эффективное средство. И если у вас есть возможность иметь его, тут есть много тонкостей. Во-первых, его не везде можно купить. Его нельзя с собой перевозить в самолете, даже в багаже нигде. Ну, невозможно просто. Мало доступен во многих, как раз, медвежьих уголках. Если у вас есть возможность его иметь с собой, это классно. Но, как и любое средство самообороны, оно требует тренировки и подготовки. То есть, если вы просто возьмете баллон и первый раз попробуете им воспользоваться, когда уже видите медведя, вряд ли у вас что-то получится. Ну, благо в сети достаточно много материалов, обучающих, иллюстрирующих эффективность данного средства самообороны. И, в принципе, я считаю, что это хорошо. Важно только понимать, что оно должно быть постоянно в готовности. Есть специальные подвесы на грудь, на пояс, для того, чтобы сократить время от, собственно, обнаружения хищного животного до момента его применения. К сожалению, мне неизвестно про использование перцовых спреев против больших кошек, но предположу, что, наверное, тоже какая-то эффективность существует. Конечно, не нужно переоценивать это средство, но лучше иметь спрей, чем его не иметь. Ну, и вот оставлю пару ссылок про то, как спреи работают. К сожалению, это не про атакующих медведей, а, скорее-таки, про любопытствующих, но, тем не менее, думаю, вам будет не безинтересно. Итак, медведь. На территории России живет несколько видов и подвидов медведей. От самого маленького, кавказского, до самых больших, белого и камчатского. Самые большие медведи, ну, по научным, не по вымышленным данным, достигают в длину 3 метров и массой до 700 килограммов. При этом нужно понимать, что в атаке медведь может развить скорость до 65 километров в час. Это примерно 18,5 метров в секунду. Советую запомнить эту цифру, она нам еще с вами пригодит. Тигр. Крупнейший представитель семейства кошачьих в мире. Может достигать массы до 300 килограммов и длина тела с хвостом составляет 380 сантиметров. Скорость в атаке может достигать 70 километров в час, то есть примерно 19,5 метров в секунду. Как видите, отличий от медведя не так, чтобы сильно много. Сейчас хотел бы коснуться нескольких особенностей анатомии, физиологии медведя и крупных кошек. Для этого обращусь к двум прекрасным источникам, очень вам их рекомендую. Название оставлю в описании. Это The Perfect Shot 2 Кевина Робертсона и Perfect Shot North American Craig Boddington. Итак, начнем с Робертсона. Существует такое понятие витальный треугольник. Это на самом деле знакомо любому охотнику, пусть и не под таким названием. Вот так это выглядит. Вот он, этот витальный треугольник. Выстрел в эту зону пулей достаточной массы энергии. Ну, если интересно, про адекватную энергию я подробно рассказывал в фильме «Выбор патронов для лося». И ссылку на него еще раз оставлю в описании. И, конечно же, правильной конструкции пули. Как правило, такой выстрел смертелен. Но это не значит, что пуля, даже правильно и с правильной энергией, способна остановить атакующее животное. Даже с простреленным сердцем хищник способен пробежать сотню метров и убить несколько человек. Потом, конечно, он умрет, но нам с вами вряд ли от этого будет легче. Для мгновенной иммобилизации, то есть остановки атакующего животного, нам необходимо послать наш снаряд, но чаще всего это пуля, в центральную нервную систему. То есть разрушить полушарие, мозжечок, либо ствол мозга. Конечно, повреждение спинного мозга в шейном отделе тоже мгновенно остановит атаку, хотя и не причинят мгновенной смерти. Но вам тут нужно понимать, что размер спинного мозга, даже у крупного животного, от мизинца до толщины моего указательного пальца. Представьте себе размеры тигра или медведя, и вот эта цель, которая при этом не стоит на месте, и вам нужно в такой карандаш попытаться попасть. Поэтому, если случайный пуль туда попадет, прекрасно, но мы говорим не о случайной стрельбе, а о целенаправленной остановке животных. Поэтому, конечно же, речь идет только о трех перечисленных отделах центральной нервной системы. Вот четыре фото крупного камчатского медведя. Он действительно крупный, так как с 2013 года по-прежнему является мировым рекордом по версии Safari Club International. Можете оценить размеры животного и его головы. Можно даже в сравнении со мной. А вот сейчас я вам покажу его череп. Вот он череп. Вот видите? Вот. Череп, конечно, прекрасный, здоровенный, но по сравнению с той головой, которую вы видели на фотографии, ну, он совсем не такой большой, да? А теперь, я вам покажу размеры головного мозга. Вот, посмотрите. Вот этот манго, это примерно головной мозг. Вот теперь представьте, что вам нужно попасть в манго, летящий со скоростью 60 км в час. Ну, вот так примерно выглядит задача по остановке животного. Не куда-то в том направлении, не в медведя попасть, а вот в это вот манго. А если животное некрупное, то это вот размер яблока. Ну, а теперь давайте обратимся к прекрасной книге Крейга Бодингтона и посмотрим на размеры головного мозга относительно тела. Здесь, правда, черный медведь, но это для нас ничего не меняет. Вот они. Видите, относительно тела, ну, совершенно несерьезный размер. Но попадать нам нужно именно туда. То есть, для мгновенной остановки животного нам вот в таком огромном теле нужно найти вот этот вот крохотный мозг и поразить его выстрелом. Представьте, что вам нужно остановить автомобиль, движущий со скоростью 60 км в час. Но при этом остановиться только в одном единственном случае, если вы попадете, например, в карбюратор. Ну, здесь не имеем отношения к реальному попаданию в карбюратор. Вам нужно попасть в карбюратор. Вот представьте себе, никаких крестиков нет, автомобиль едет со скоростью 60 км в час, едет на вас, вам нужно попасть в карбюратор. Вот примерно задача такая же. Медведь огромный, цель малюсенькая. У больших кошек ситуация примерно такая же. Давайте я вам покажу картинку из книги Робертсона. Вот она. Размеры, как вы видите, весьма-весьма скромные. Еще раз повторюсь, что выстрел в головной мозг весьма непрост. Это очень сложный выстрел, но только он способен мгновенно остановить атаку. Итак, мы видим ситуацию с белым медведем. Люди разделывают кита. Он проявляет ненужный интерес. Оружие у них не крупного калибра. Это хорошо видно даже по всплескам. Но, тем не менее, предупредительные выстрелы не имеют никакого эффекта. Никуда не торопясь, подойдя как можно ближе, чтобы сохранить достаточную энергию и было легче прицелиться. Что делает наш стрелок? Все. Один точный выстрел в головной мозг решает все проблемы. Тут нужно понимать, как и в любой другой ситуации с огнестрельным оружием, бессмысленно просто им владеть, просто его иметь. Если у вас просто есть ружье, то пока это просто неудобный кусок железа массой в несколько килограммов, состоящий из пластика, дерева и стали. Если вы с ним не тренируетесь, регулярно не тренируетесь именно в тех сценариях его применения и использования, которые вы прогнозируете, то толку от этого не будет никакого. Перед тем, как перейти к рассказу о тренировках, напомню вам об одной очень важной составляющей части прицеливания, а именно об упреждении. Давайте посмотрим видео. Вот это поверхность земли. Вот она, да? Рисовать кверху ногами не очень удобно. Давайте нарисую, а потом переверну. Покажу вам. Так. Значит. Это вот наш охотник. Самообороняющийся. Вот такая у него голова. Вот. И вот он держит такое прекрасное ружье. Здесь какой-то ужасный зверь. На четырех ножках. Вот такой, с хвостиком и головой. С двумя ушами. Вот. Зверь бежит к охотнику. Охотник целится ему в головной мозг. Вот таким вот образом. И пытается туда попасть. Но вы видите, да, что между... Вот сейчас мы тут продолжим. Что существует угол, вот этот вот, между линией прицеливания и поверхностью земли. Этот угол не очень большой, но тем не менее он имеет значение, потому что... Давайте сейчас я вам переверну. Вот. Наш охотник целится вот сюда, в головной мозг этого страшного монстра. Он не знает про упреждения, не думает про упреждения, целится туда, куда хочет попасть. И мозг охотника дает команду его рукам, пальцу и телу. Нажатие на спускай крючок, горение пороха, полет пули. А зверь в это время продолжает двигаться. И окажется так, что когда пуля прилетит вот в эту точку, зверь на самом деле будет уже где-то вот здесь. То есть, его не окажется в этой точке. Попасть в его головной мозг можно только прицелившись куда-нибудь вот сюда, да? То есть, в ту точку, где зверь окажется. Это называется упреждение. Ну и все, кто охотится, конечно, об этом знает. Получается, что у нас вот, если мы от охотника сейчас продлим эту линию, вот так вот получается. Вот сюда мы должны целиться, под ноги вот этому животному, для того, чтобы попасть ему в головной мозг. Конечно, это очень удобно. И как этого можно избежать? Избежать это очень просто, убрать эту составляющую. Для этого нужно оказаться с животным на одном уровне. То есть, наш охотник должен просто сделать следующее. Вот, наш охотник у нас садится на колено. Вот, и оказывается на одном уровне с вот этим вот страшным монстром. Вот его ружье. Конечно, самый лучший способ тренироваться в стрельбе подвижущейся мишени, это стрелять подвижущейся мишени. Это самый лучший способ. Но, к сожалению, мало где есть тиры, которые позволяют стрелять в мишень, которая движется к тебе. Боковые еще можно найти, а вот та, которая прямо на тебя движется, это довольно сложно. Есть всякие доморощенные способы. Сейчас я вам покажу короткое видео из школы сафари Монтика Лагереса. Там они вот такой, из говна и палочек доморощенный тренажер используют. Мишень, изображающее голову капского буйвола, едет по проволоке, съезжает и охотник к нее стреляет. Все бы отлично, есть один только нюанс. Немного противоестественное положение этой мишени. Она начинает, чтобы она ехала, ее задрали вверх. И охотник инстинктивно формирует навык, ну, тот, которого на самом деле нет. То есть, буйвол не будет, там, заречайшим исключением, бежать к нему с горы. Конечно же, такого не будет. А сейчас получается, что в угоду гравитации он формирует не совсем корректный навык. Однако, есть и более простые способы. Давайте сейчас покажу несколько вариантов. Формировки не надо сразу брать какой-то тяжелый калибр. Вот, для начала вполне подойдет какая-нибудь маленькая винтовка, типа вот этой девятки штуцера, вполне нормально. Не обязательно штуцер, тренируйтесь, естественно, с тем оружием, которое у вас есть. Но в данном случае я привык к штуцерам, тренируюсь со штуцерами, и поэтому рассказывать буду об этом. Естественно, если вы хотите тренироваться с полуавтоматом, никаких проблем нет, поставьте несколько, ну, не две мишени, как я, а там чуть больше. Пойдемте посмотрим, что у нас получается. Так, друзья, мы с вами на стрельбище. Потом расскажу, как все это можно модернизировать, модифицировать. Но базово вы, собственно, можете устроить это где угодно. Это не самый сложный вариант. Вот, смотрите, что у нас получается с вами. Два гонга. Один 30-сантиметровый, другой поменьше, по-моему, 15 сантиметров. Не очень принципиально. Главное, чтобы они стояли как можно ближе друг к другу. Практически в одну линию. Вот можно вот так, да, наверное, например. Я сейчас как раз поставил камеру на то место, откуда буду стрелять. Так, давайте сейчас я вам покажу. Вот, вот так. Зачем это нужно? Зачем мы их ставим в одну линию? Затем, чтобы это имитировало траекторию бега нашего атакующего животного. И базовый навык можно начинать отрабатывать с скоростного поражения вот этих вот двух мишеней. Конечно, не надо начинать со скорости. Начинать нужно, естественно, с точности. То есть, вы должны попадать в оба гонга. А только потом можно наращивать скорость. Тут необходимо понимать, что в дальний гонг, да, он вам сейчас не очень понятно. Он расположен примерно где-то в 17 метрах от меня, а ближний где-то метрах, наверное, в 10. Примерно так. Вот сейчас отъеду назад, будет более понятно. Вот, не обязательно с такого расстояния тренироваться. Важно понимать, что размеры зоны поражения не превышают 10 сантиметров. При этом, конечно же, держите в голове скорость движения нападающего зверя. То расстояние, на котором находится дальний гонг, медведь чуть, может быть, медленнее, там, тигр или другая крупная кошка, практически за секунду преодолеет. То есть, вам за это время необходимо дважды, как минимум, если мы говорим о штуцере, попытаться поразить вот эти две мишени. Попав в голову, условно, вот в такой размер, уже вы зверя притормозите. Не иммобилизируйте, но притормозите. То есть, на дальней дистанции притормозили и точно поразили его на короткой дистанции. Итак, начинаем. Никуда не торопимся, пока не используем никаких дополнительных приспособлений. Задача просто попадать, дважды попасть в эту мишень, в дальнюю и ближнюю. Соответственно, от дальней к ближней, потому что зверь бежит не от нас, а к нам. Все, делайте предельно спокойно, никуда не торопитесь. Скинулись, попали, попали. Два выстрела. Никуда не торопимся, пока просто тренируемся. После того, как вы почувствовали уверенность, можно немного добавить скорости. Ну и после того, как вы набрали достаточную, на ваш взгляд, скорость, добавим элемент контроля, а именно стрелковый таймер. Так, стрелковый таймер – полезная штука. Позволяет вам реально понять, какое количество времени вы затрачиваете на выстрелы. И добежит до вас в итоге этот страшный зверь или нет. Давайте попробуем потренироваться вместе с таймером. Занимаем положение так, чтобы у нас мишени были вытянуты в одну линию. Занимаем положение готовности. Смотрим на мишень. И нажимаем кнопку таймера. При этом мы, естественно, не держим ружье на изготовке, потому что кого мы обманываем, мы же не знаем, когда это произойдет. И по сигналу таймера начинаем поражать мишени как можно быстрее. Давайте посмотрим, что получилось. Первый выстрел у меня сейчас получился полторы секунды. Если зверь бежит условно 15-20 метров в секунду, то вот только-только-только я успел его поразить. Это при этом из достаточно малокалиберного оружия. Но я в любом случае стараюсь исходить из того, что нужно лучше попасть чуть медленнее, чем промахнуться гораздо быстрее. Давайте попробуем. Может быть, получится чуть лучше. Не очень удобно и самому снимать вам, рассказывать и поражать мишени, но давайте тренироваться. Конечно, с крупнокалиберным оружием немножко сложнее. Первый выстрел будет занимать тоже время, но второй будет, конечно же, чуть медленнее, потому что потребуется восстановить прицельную картинку и понимать, куда ты, собственно, целишься. Плюс здесь целик не сафарийного типа, который позволяет стрелять быстро, а самый обычный мушка с целиком. Все это тоже влияет на скорость прицеля. Например, если бы у меня был здесь коллиматорный прицел, то выстрел происходил бы немножечко быстрее, потому что меньше точек визирования. Вот таким образом, такими лайфхаками можно добавить немного скорости. Смотрим. Первый выстрел секунда 34. Ну вот, можно немного добавить. В любом случае, это позволяет вам тренироваться, и это можно делать где угодно. Можно тренироваться из вашей любимой гладкостволки. Это вообще никаких проблем абсолютно не составляет. Если хотите стрелять из полуавтомата, поставьте три мишени и поражайте их из полуавтомата. Абсолютно не проблема. Главное, себя не обманывайте. Все хорошо в данной тренировке, но тут надо понимать, что сейчас это просто базовое подводящее упражнение, к стрельбе с колена. Потому что, если стрелять на самом деле так, как мы сейчас с вами тренируемся, опять появляется угловое упреждение. И, конечно, это не лучший вариант для точного поражения такой маленькой цели, как головной мозг у хищника. Давайте сейчас немножко перестроим обстановку и вернемся к нашей стрельбе. Итак, друзья, следующее подводящее упражнение это стрельба с колена. Тот, кто никогда не стрелял с колена быстро, должен попробовать, как это делается, потому что это совершенно другая биомеханика тела, другой навык. И переходить к скоростной стрельбе по движущейся мишени с колена, если вы никогда этого не делали, не совсем разумно. Поэтому давайте попробуем несколько базовых упражнений. Итак, стрельба с колена. Вот положение готовности. Вы переместились, сели на ногу. И старайтесь как можно быстрее, но, естественно, точно поразить два вот этих вот круга. Сейчас как раз они расположены на той высоте, которая соответствует условно в высоте головного мозга среднего медведя. Одного дальнего медведя точно ждем. После того, как вы научитесь достаточно уверенно и точно поражать мишени, сидя с колена, необходимо добавить следующий элемент. Это элемент ухода. То есть вы стоите спиной, смотрите на дальнюю мишень, не смотрите ни на мушку, ни на целях, никуда. Смотрите на дальнюю мишень, уходите на колено и поражаете... Сейчас я тут куда чуть-чуть спустил. Уходите на колено и поражаете последовательно от дальней к ближней обе мишени. Точно так же, как можно быстрее и, естественно, точно. Вот. Ну и в финале, конечно же, необходимо добавить таймер, для того, чтобы у вас не было иллюзий, с какой скоростью вы реально реагируете, попадаете и так далее. О! 1.27. Вот это уже нормально. И 1.89 на второй выстрел. Конечно же, уход на колено в случае внезапной атаки на короткой дистанции маловозможен. Но в том случае, если вы понимаете, что возможно атака, то это хороший вариант. Ну, это хороший навык, полезный, и, возможно, он когда-то спасет вам жизнь. Я бы очень рекомендовал тренировать и стрельбу с колена тоже. Друзья, ну, если посмотрев эти два упражнения, вы считаете, что это какой-то вымышленный, выссанный из пальца прием по стрельбе с колену, то это вовсе не так. Это широко распространенная, ну, например, в Африке практика. А на мой взгляд, ну, нигде нет так много профессионалов, специально обученных останавливать атаку диких животных, как в Африке. Ну, в конце концов, и термин PH, Professional Hunter, пришел к нам именно оттуда. В качестве иллюстрации покажу пару своих роликов про клиентскую охоту на льва. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok вот еще одно видео про добор раненого льва несмотря на количество подготовленных людей все могло бы закончится печально если бы некорректное положение стрелка на колени и его точные выстрелы и бурсты бурсты скафы байвы байвы Что же делать после выстрела? У вас есть, собственно, два варианта. Первый вариант – животное убежало. Что мы делаем? Держа под контролем место последнего визуального контакта с животным, восстанавливаем статус оружия. Что такое восстанавливаем статус оружия? Это дозаряжаем, меняем магазин, досылаем патрон в патронник, то есть приводим оружие к состоянию максимальной готовности к выстрелу. Далее мы ждем 15-20 минут. Как правило, этого времени достаточно для того, чтобы наступил летальный исход при смертельном ранении. Не мгновенно иммобилизирующим центральную нервную систему, тогда бы мы животное увидели, а при серьезном ранении, например, в грудную полость вы попали, легкие повреждены крупные сосуды, животное легло и просто умерло от внутреннего кровотечения. После того, как прошло 15-20 минут, мы идем его искать. Да, страшно, да, неприятно, да, не хочется, но оставлять так нельзя. Как минимум по двум причинам. И с безопасностью, собственно, это может оказаться подранок, который потом за вами пойдет и вам уже наваляет, тогда, когда вы не будете готовы. А во-вторых, есть другие люди, которые вообще ни в чем не виноваты, и этот подранок может напасть на них. Поэтому идем за подранком. Тропить нужно не менее 500 метров. Если нет крови, следы у животного ровные, там, не припадает на лапу, не ложится никуда, даже если нет крови. Ну, 500 метров прошли, честно посмотрели, тогда, наверное, можно считать, что был промах. Вот, естественно, лучше это делать не одному, а как минимум с собакой, либо с напарником или напарниками. Но сделать это необходимо. После выстрела животное упало. Что делать дальше? Не менее минуты мы удерживаем в прицеле убойную зону животного и начинаем перемещаться назад. Ну, то есть, логично предположить, что оно на вас бежало, и, скорее всего, морда лежит к вам, а хвост максимально от вас удален. И представим себе некий круг, в котором 0 градусов – это морда, 180 градусов – это хвост. Так вот, со стороны спины, продолжая удерживать головной мозг в прицеле, медленно перемещаемся к хвосту, и примерно, когда останется где-то 120 градусов, и когда угол составит примерно 120 градусов, делаем еще пару выстрелов в головной мозг, даже если нам кажется, что животное мертво. Не надо рисковать, в данном случае не трофейная охота, здесь вообще не об этом речь. Пусть еще пара выстрелов никогда не будет лишней, если животное уже проявляло агрессию. Дальше смещаемся уже окончательно к хвосту, и оставшееся время там ждем. Конечно же, необходимо восстановить статус оружия. В том случае, если у вас одна стволка, двустволка, вообще не надо ждать. Вы мгновенно восстанавливаете статус оружия и перемещаете. Сделали эти там два выстрела в голову, опять восстановили статус оружия. Прошло, там, прошла одна-две минуты. Ближе, чем 10-15 метров стоять от животного, даже со спины, не нужно. Не нужно, потому что двигается оно быстро. Подождали. Если нет никаких признаков того, что животное живое, это может быть дыхание, движение, там, прижатые уши, звуки какие-то. Окей, предполагаем, что животное мертвое. Дальше нам нужно в этом удостовериться. Идеально, если это сделает напарник, если нет никого, тогда придет самому. Надо бросить палку, камень, каким-то образом спровоцировать животное на движение. Если и в данном случае никакой реакции нет, животное расслаблено, признаков дыхания нет, уши торчком стоят, подходим, опять-таки, со спины и проверяем корнеальный рефлекс. Корнеальный рефлекс – это проверка моргания. То есть, мы касаемся каким-то предметом, чаще всего дульным срезом вашего оружия, роговицы, если моргания нет, то все хорошо. Если есть хоть малейшее сомнение в том, что животное живое, стреляем еще. В данном случае много – это немало. И много – это хорошо. Если все окей, корнеальный рефлекс отрицательный, все, животное мертвое. Друзья, нужно понимать, что любая атака, животного или человека, неважно, это всегда стресс. И даже если вы к нему готовились, это лишь только можно чуть-чуть понизить градус, но совсем от выброса адреналина вас не избавит. Посмотрите, вот короткое видео про то, как действовать не нужно. Думаю, что многие из вас уже определят, какие ошибки были совершены. И надеюсь, что у вас подобного не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, на этом все. Надеюсь, что видео было полезным, ответило на ваши вопросы. Если понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Напишите комментарий, это и мне интересно, и канал здорово продвигает. Кстати, если хотите помочь каналу, поделитесь этим видео. Не забудьте подписаться и нажать колокольчик. На этом пока все. С вами был Евгений Спиридонов, канал ProHunter. Будьте здоровы, ни пуха, ни пера. И надеюсь, что эти знания вам не пригодятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...